Ялта, жемчужина Крыма, город счастья, в который всегда хочется вернуться. Чем заняться здесь в перерывах между пляжем и морем или в так называемый период здоровья с октября по май, при этом затратив минимальное количество денег, получить максимальное количество незабываемых впечатлений. Об этом вам расскажу я, Елена Юрченко, координатор проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя», а в недавнем прошлом – министр курортов и туризма Республики Крым. Я приобрела карту «Карта гостя Крыма и Севастополя», универсальный электронный ключ, который позволит мне бесплатно открыть лучшие достопримечательности на территории всего Крымского полуострова, а еще иметь скидки от 5 до 50% в отелях, ресторанах, кафе, экскурсионных турах, аквапарках, транспорте, дельфинарии. Здорово, правда? Итак, карта номиналом 2000 рублей дает мне право на 24 часа экскурсионной программы. И я ее начинаю. Сейчас полдвенадцатого. Итак, наш первый объект – Никитский ботанический сад. Один из самых популярных и живописных туристических объектов южного берега Крыма. С картой мы проходим бесплатно. Мы с картой. Спасибо большое. Никитский ботанический сад. Музей живой природы. Здесь в любви и согласии произрастают тысячи растений со всего земного шара. Эвкалипт из Австралии, индийская сирень, итальянская сосна, испанская пихта, пальмовая аллея, кедры из Гватемалы. Бамбуковый лес. И вообще все, запуталось. Давайте просто пойдем и будем наслаждаться. И так далее. И так далее. Я двигаюсь по Ялтинской набережной, где каждый камень легенды, а каждое здание история в сторону касс Ялтинского морского порта. Продолжение следует... Дворец-замок Ласточкино-гнездо, своеобразный символ Крыма, кстати, изображенный на карте гостя. Когда-то римские легионеры основали здесь крепость, отставной генерал в начале 19 века построил деревянный домик, а купщиха Рахманина, перекупив его, назвала Ласточкиным гнездом. Здесь снимались десятки фильмов, организовывали соревнования по клип-дайвингу, прыжки в море. А настоящие ялтинцы вот здесь всегда ловили мидии крупные, жирные и жарили на жестянке. Ливадийский белый дворец, культурно-познавательный магнит Южнобережья. Десятки тысяч туристов приезжают сюда ежегодно, чтобы восхититься его красотой и познать его историю. С карты гостя мы пройдем сюда не просто бесплатно, но еще и без очереди, как, впрочем, практически во все значимые достопримечательности Крымского полуострова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Карта гостя Крыма и Севастополя – это не только возможность увидеть и восхититься, но и откушать, и удивиться самобытности крымско-татарской кухни. Дегустация чебурека в этно-кафе Селям Алейкум входит в стоимость карты, и платить отдельно за него будет уже не нужно. Пожалуйста, можно вам задать вопрос, а как переводится чебурек? Сырая лепешка переводится. Сырая лепешка? Ой, по-моему, такой прожаренный. А-а-а-а! И такой вкусный! М-м-м! Спасибо! А вы знаете, где находится самая большая коллекция крокодилов в Восточной Европе? Пойдем, с карта вам покажем. Сейчас здесь находятся 10 видов крокодилов. Нигде в Европе такого нету, чтобы в одном месте находились такие редкие и красивые крокодилы. У нас даже есть крокодил-ожбинос. Сейчас мы с вами покормим этих крокодилов, и вы посмотрите, что будет происходить, если большой кусок мяса будет непосредственно в близости к этим крокодилам. Мне кажется, он сейчас прямо взлетит. Посмотрите, как он. Совершенно верно. Вау! Голубь ты наш! Опа! Вот это да! На старт! Блин! Алиса! Алиса! Моя девочка! Доброе утро! Я хорошо отдохнула и продолжаю свое путешествие с картой гостя Крыма и Севастополя. Моя карта за 2000 рублей, как я уже говорила, включает 24 часа бесплатной экскурсионной программы и 31 день дискомнат. Вчера я начала свою программу в 12 часов дня. Сейчас стрелочки моих часов показывают без 15,9. А это значит, что у меня есть еще 3 часа для знакомства с достопримечательностями южного берега Крыма. Солнце стало над маленькой Алубкой, осветив трезубец горы Айпетри, а мы уже в уникальном парке Воронцовского дворца. Отправляемся на экскурсию по основным экспозициям этого уникального памятника истории. Крым славится своими двинами. И поэтому в бесплатную программу с картой гостя входит 12 дегустационных туров. Это и Коктебель, Новый Свет, Золотая Балка, Инкерман и, конечно же, знаменитая Массандра. Ну что, идем на дегустацию? И так завершено наше путешествие с картой гостя Крыма и Севастополя. Наступило время подвести итоги. И в ресторане Галерея Вкуса за чашечкой травяного чая мы сейчас решим, сэкономили ли мы с картой гостя или нет. И так мы посетили 7 объектов. И сады, и дворцы откушали чебуретов и покатались на кораблике. Если бы вы за все это платили деньги, то вам бы пришлось потратить 3280 рублей. А вы всего лишь купили карту гостя за 2000, сэкономив 1280 рублей и имея возможность еще на протяжении всего отдыха пользоваться дисконтом у партнера программы. Как, например, здесь, в галерее Вкуса. Самостоятельно составить путешествие по Крыму, конечно же, сложно. Ведь Крымский полуостров – это территория, на которой 900 пещер, 15 водопадов, 5 природных заповедников, 190 природоохраняемых территорий, соляные озера, минеральные источники, крымские горы, два моря и 11,5 тысяч памятников. Служба режиссера в персональных путешествиях нашего проекта поможет разработать тур именно для вас, с учетом ваших потребностей и даже мечт. А служба заботы будет круглосуточно готова ответить на все ваши вопросы. И все это входит в стоимость карты. Инфицирую Крымом! Елена Юрченко Субтитры подогнал «Симон»!